надеюсь мы не ошиблись с подарком так и здесь у нас ничего больше нет так ладно по-быстрому бежим можно принципе она ускорить и проследить куда они пойдут что никто не хочет петь придумывать подарки особое искусство никогда им не владел собрать что-ли букет из листьев вдобавок цветам алмаза можно x2 город крохотный можно и погулять в большом мире не до этого что такое осень это небо плачущие небо под ногами один подарок на всех это какой-то позор хорошо гали день рождения на выходной попал тетелька в тетельку галин и дети приехали у нее сегодня день рождения что ли так то что а я караулю караулю почти собрался к тете галле думал вы уже на месте англ дяди коля насчет машины не обращался представляешь могу дяди дяди колин и машина сломался прямо на ходу 2 не завидую либо праздник не испортил еще раз напоминаю про снимок брат считай что он уже у тебя в руках мишку ждать будете как знаете я побегу цветы в воду поставлю давай ну принесите галле фотографию моя благодарность не будет знать границ миш не будь жадиной поделись фоточкой день варенье запечатлен окрестим чудом стучимся не забыл про снимок монгол ничего не говорит на тебе важная миссия не подведи если есть я живая давай уже иди за своей лептой наш подарок миш не будь жадиной не забыл про снимать день варенье запечатлен так мы пойдем спать нельзя а вот и ценный документ подоспел лучшее поздравление в том году конечно было от темы с днем рождения старушка зато запомнилась а ты мямлил май лучший месяц в году продолжай дальше в нем рождаться что-то такое хоть конкурс проводи между вашими пожеланиями и надписями алмаза на плакате у миши он перестарался я только с рисунком просил помочь твой почерк тоже узнается море корабль предатель предатель другого слова не найду нет чтобы родному брату подсказать подарок твое записная книжка мне тоже очень понравилась я в ней потом дневник вела а вот подарок монголы погиб на месте это я глупая торт на стул поставила алмаз мог и взглянуть куда садиться поплатился своим пижонским нарядом зато букет монгола уцелел никто никогда мне больше маки не дарил в четвером не влезем я по лестнице заодно вес сброшу а то форму теряем так у меня так не получится спортивные замашки монгола никуда не пропали я погляжу так это же хорошо а я не говорю что плохо просто отметил я уж думал лифт застрял дети сколько вас даже ася не ожидала не говорите так для нас вы ничуть не изменились простите не хотел вас расстроить за стол за стол за стол за стол давайте я вас хоть чаем напою торт вот испекла мишенька помоги посуду с кухни принести еду что где куда у меня руки-крюки и разобью один бери подносы к столу его сначала мы осмотримся поговорить нельзя так а торт там уже кто-то поел не целый мишенька разливай пожалуйста ты ближе всех к самовару тогда пожалуй я пересяду сейчас я на я чаю накачаю хорош болтать наливаю уже хочу шучу делайте ваши заказы кому с чем сахар лимон холодная вода тетя галя мне по полной программе мне по полной программе так по начать он настоящий кавалер только холодная разбавь мне как теме большой ведь мальчик а все за старшим братом повторяешь ничего не повторяю мне правда так нравится со мной все просто отсыпь сухой заварки покурю чё уставился шучу я сахар лимон и сойдет ничего не надо горячий без сахара и лимона или ты забыл так окей то что доктор прописал белиссимо так мисс холодный сейчас накатим горяченького так разбавить надо нет я забыл нет я и такой могу конечно похода не на 2 мам я помню у тебя наших детских снимков целый архив вот тебе пополнение в коллекцию ничего себе откуда такое богатство секрет фирмы из-за чудесные цветы спасибо мишенька я слышала это ты алмазу помог как ты угадал у вас любимый цвет сиреневый я экстрасенс угадать что вы ели на завтрак 2 еще бы чай как в детстве как после снежков когда домой возвращались мокрый насквозь одежда покрывалась скоркой льда прямо доспехи алмаз всегда просился в одну команду с темой никому места не уступал между прочим снежки увесистые были мне таким однажды фингал под глазом поставили один мы вообще-то снежный замок штурмовали там без доспехов никуда а мне больше по душе был новый год целую ночь гулять разрешали я обожал мандарина все начисто под металл а потом у меня открылась аллергия вот только ни у кого сил до утра не хватало все равно ложились а я домой спешил хотел деда мороза застать в итоге узнал что это все родители лет десять не было два я прекрасно помню другую ночь когда вы решили погулять напомнили мы за побег поплатили сполна собаку на нас спустили одежду мою колючку порвали вы прав выпускной мы тогда мы только на ней забрались на выпускной все гуляют кто во что гораст это когда мои родители уехали и мы квартиру вверх ну перевернули молодые либо молодые были голубые первое было на самом деле отлично понимаю пацанов из приюта по той же причине ноги сделали что и мы такие страшные эти детдомовцы алмаз даже в девчонку оттуда был влюблен кражи на рынке оказались правдой а тогда мы все на веру принимали кражи повешенных кошек как бывало с ними стенка на стенку сходились до сих пор дух захватывает так первое вранье от первой до последней буквы мишка если хочешь подколоть поднатужься сейчас вообще не обидно было зинаида наверное мы напомнили про ваш день рождения да рада тебя слышать спасибо за поздравления а николай нет не видела наверняка в гаражах пропадает и правда странно где же ему быть я позвоню если что-то узнаю что такое Коля куда-то делся? В гаражах нет. Зинаида волнуется, он обещал ее в Казань свозить. Что-то там ей купить надо. Мы у него победу увели. Наверняка ее ищет. Дети, что я слышу? Как вы до такого додумались? Машину в любом случае надо вернуть. Может по дороге и дядю Колю встретим. Ася на поезд опоздает. Давайте сначала на станцию. Может он там со служивцами? Миш, я не еду. Все равно не успокоюсь, пока не буду знать, что все в порядке. Что у нас может случиться? Дядя Коля даже ключи в машине оставил. Мы его найдем и тебе позвоним. Конечно в порядке, в нашем-то городке. Тетя Галя даже дверь не запирает. Мы дядю Колю найдем и тебе позвоним. Два. Дядя Коле не подарок, конечно, но ведь не чужой. Алмаз, как ты вчера на такси в город попал? Надо Асю потом домой отправить. Монгол, можно у тебя сегодня перекантоваться? К себе Асю пущу. Два. Это слишком, конечно. А ну, в принципе, можно и так, и так. Два. Да не вопрос. Писка. Надеюсь, Ася не подумала лишнего. Я вот что подумал. Машину дядя Коля вряд ли ищет, а то бы сюда нагрянул. Проверю в участке, может там в курсе. Почему просто не позвонить? Если он туда загремел, придется лично вмешаться. Точно. Я сейчас папе позвоню, предупрежу. Если мы на поиске, надо и мне на станцию звякнуть. В добрый путь. Привет, пап. Меня сегодня не жди, я у ребят переночую. Все хорошо, просто загулялись. И я тебя. До завтра. Краски засохли уж, небось. Как часто алмаз здесь бывает? Так, ладно, здесь пока ничего нет. Так, там телефон освободился. Станция. Станция. Так, Виталик, привет. Это Миша. У вас с дядей Коли там нет? Забегал. Вас у гонщиков искал. На меня в итоге наорал и скрылся. А ты че звонишь? В бега подался? Боишься с Колей столкнуться? Он пропал. Нигде нет. Будь другом. Прими сегодня поезд за меня. Не вопрос. Вообще не понимаю, зачем нас двоих держат. На выходе всех проверяйте привет. Думаешь, ты лишний? А может ты? Че так не понимаешь? С меня прочитается. Плюсы положения. Узнал бы дядя Коля, что за меня Виталик работает? Плеж бы мне проел. Сколько можно возиться? Ну что, пойдем? Дядя Коля! Как в воду канул? Тогда толкаем. Ася за руль. Я водить не умею. Тебе только баранку крутить. Передача и все остальное знать не надо. Ну я предупредила. Навалились. Так, толкать. Выносливость кончается. Атлеты вы мои! Пусть только кто-то назовет меня Хиллом теперь. Я взмок. А у меня пуп развязался. Хорошо, идем! Можно и быстрее. Войдем в книгу рекордов Гиннеса. О, как-то приноровились вроде. Мне даже начинает нравиться. Эй, ухнем! Напишу потом картину «Бурлаки и машина». Тогда береги руки! Автобус посигналил. Прокате Масю с ветерком. Запросто. Если втроем. Не сдаемся. Мы сможем. У меня открылось второе дыхание. У меня открылось второе дыхание. Еще немножко осталось. Как-то подозрительно пусто. Что такое? Дядя Коля. В милиции он. Что и требовалось доказать. С дядей Кольным характером в милицию не мудрено загреметь. Надо было сразу с монголом идти. Заявил все-таки на нас? Побежал уже, потом возвращается. Заявил, спрашиваю. А он как, бросится на меня? Глаза навыкать, орет. Где моя машина? Угнал паскуда. В итоге я сам милицию вызвал. Его и скрутили, чтоб угомонился. Чушь какая-то. Мы машину у него из-под носа увели. Тронулся на нервной почве. Лучше вам сбегать в участок. Своими глазами взглянуть. Это уже само собой. Тронулся на нервной почве. Так, это мы милиция. А вот и вы. Миш, ты должен на это взглянуть. Походу, он тоже память потерял. Здесь вам не зоопарк. Чего приперлись? А если зоопарк, деньги гоните. Дядя Коля, простите за машину. Какой я вам дядя? Это я всех подбила ее угнать. Мне очень стыдно. Честно, честно. А вы-то тут при чем? Зачем этого хрена выгораживать? Дядя Коля, вспоминайте. Мы вас отвлекли и угнали машину. Да я вас знать не знаю. Чего прицепились? Пойдемте. Вас тетя Зина ищет. Это та дура, что за мной приходила? Тогда я лучше тут посижу. А вот с тобой красавица. Я бы прогулялся. Нет, вы вправду лучше посидите. Всего хорошего. Ну, что я говорил? То же самое, что с Витей. Оба не дураки были выпить. Еще скажи, паленого алкоголя мы отравились. Все-таки странно. Почти одновременно и забыли только знакомых. Все же ясно. Это Янки применили психотропное оружие. Не паранойя, брат. Странное совпадение. Все равно, чтоб не сходится. У двух человек одни и те же симптомы. Я с тобой, Ася. Сто лет не виделись. Надо пользоваться случаем. Мне завтра рано станцию. Я не проснусь. Меня уже сегодня Виталик подменил. Первое. Особо не увлекайся. Я тебе посреди ночи не открою. И куда мы? Вперед. До завтрашнего дня как раз каникулы начнутся. Так, может еще раз попробовать поговорить. Так, с ним тоже не разговаривать. Так. Надо в больницу отходить. Так, открыть карту. Нам додали пару кусочков. Так, и откуда это? Палатка. О, ничего больше нет. Дядя Коля, бывало, повторял. От сумы и тюрьмы не зарекайся. Неволи он боялся настолько, что лебезил перед начальством по поводу и без. Противно было смотреть. Зато со всеми остальными он в выражениях не стеснялся. А что до денег, вряд ли у дяди Коли где-то припрятан сундук с золотом. Контролером на станции много не наживешь. Ветер перемен. Два насыщенных дня и в голову уже почти не лезет всякая чушь. Может, правда, пора что-то менять? Чувство к Асе. Мы вдвоем. Надо ей признаться. Больше не могу молчать. У меня сейчас язык отвалится. Не представляла, что можно болтать всю ночь напролет. Зато теперь все друг о друге знаем. Как провели эти годы? За ночь всего не расскажешь. Что-то я и сама не сразу вспомню. Иногда, к слову, придется. Вот в памяти и всплывает. Монгол меня, наверное, потерял, как Зинаида, дядю Колю. Ты прав. Пора спускаться. Я не к тому. Вечно ляптонит. Не впопад. Нет, правда. Тебе еще утренний поезд встречать. Поспихать немного. Уже смысла нет ложиться. Пошли сразу на станцию. Я вечером поеду. Еще день вместе проведем. Тогда я дам тебе ключи. Отдохни у меня. На станции есть запасные. Я вернусь и разбужу. Мы прямо сейчас или еще посидим? Пока не ушли, мне надо кое-что сказать. Дождемся рассвета. Всего ничего осталось. Ну, скажем. Я вся внимание? Секунду. Начало придумаю. Я знаю, как ты ко мне относишься. С чего ты взяла? Что я об этом? Когда так мнутся, сразу ясно. И что скажешь? Мне с тобой тоже уютно. Продолжение следует...